Глубоко уважаемые слушатели, данная лекция проходит в рамках года науки и технологии. Я работаю в Московском университете, а также представляю здесь частично Сколковский институт науки и технологий. И я хочу рассказать вам о нашей работе, связанной с теломеразой, как она функционирует на теломере и некие наши новые результаты, которые касаются необычной функции теломеразы. Напомню вам, что теломераза это такой важный объект, который отвечает за поддержание длины теломера. В свою очередь теломеры это особые ДНК-белковые структуры, которые на наших хромосомах расположены на их концах. Эти самые структуры состоят из коротких повторов нуклеотидных, с которыми связаны специфические белки, которые как бы маркируют, что это не какое-то там повреждение ДНК, не разрыв, а нормальный конец. И тем самым защищают наши хромосомы от слияния, деградации и всяких прочих неприятностей, которые с ними могут происходить. Однако механизм воспроизведения молекулы ДНК устроен таким образом, что при каждом раунде репликации соответствующая ДНК укорачивается. И таким образом, если в наших соматических клетках нет специального механизма поддержания длины теломер, то через какое-то количество делений клеточных теломеры становятся критически короткими. И вы видите на этой картинке теломеры покрашены красным, что через какое-то количество делений это красное совсем пропадает, что приводит к неприятным последствиям. Хромосомы начинают деградировать, сливаться и в общем ничего хорошего от этого не происходит. И для того, чтобы этого не происходило, то соответственно наша природа придумала такую систему, которая служит для того, чтобы поддерживать эту длину теломера. Соответственно теломераза это такой дуклиновый белковый комплекс очень важный, который занимается тем, что синтезирует вот эти вот кусочки, из которых состоят теломеры. Ну и потом синтезируется вторая цепь, и таким образом с ними начинают взаимодействовать правильные белки, и теломера воспроизводится. Ну и понятно, что теломераза активна не во всех клетках, а только там, где клетки должны делиться, а именно это половые и стволовые клетки и конечно же раковые клетки. 90 процентов раковых клеток активируют теломеразу как основной механизм поддержания длины теломера. Но как же работает теломераза? Вот здесь вы видите схему, очень такую примитивную схему, но тем не менее отражающую суть работы теломераза. Значит, вот наш конец ДНК связывается с такой матричной областью, которая находится в теломеразной ранка, и после этого фермент обратная транскриптаза, который входит в состав теломераза, достраивает вот этот теломерный повтор. Мы видим, что это очень такое сильное взаимодействие, и теломераза умеет делать такую загадочную вещь, как транслокация. То есть происходит полное разрушение вот этого прочного комплекса, и соответственно эта ДНК перетекает обратно. Ну вот механизм этого процесса остается невыясненным, но вот в том числе наши усилия в коллаборации с другими научными группами позволили нам пролить некий свет на то, как это может происходить. Вот чем я с вами хочу и поделиться. Вот если мы посмотрим на структуру теломераза, полученную с помощью криоэлектронной микроскопии, то вот мы видим домен, который называется ТЕН. Красная стрелочка его показывает. Это вот тот самый домен, который делает вот эту белковую совединиться каталитическую в теломеразе, отличной от всех остальных ферментов подобного рода. И именно он отвечает за процессивность теломераза. Ну для того, чтобы понять механизм, естественно, необходимо установить структуру. Ну и для того, чтобы это сделать, поскольку эти белки очень такие нежные, лабильные, мы использовали такой специальный организм, который называется термотолерантные дрожжи. И их особенность в том, что они растут при 50 градусах. Вот у нас тут моя коллега Мария Зверева. Это был человек, который у нас в лаборатории инициировал работу с этими дрожжами. И, собственно, основное их достоинство, что поскольку они могут расти при высокой температуре, то и все компоненты их, в том числе и белки, более стабильные, чем в обычных дрожжах. Но этот подход оказался успешным. Нам удалось, собственно, получить вот этот самый ТЕН, домен, который отвечает за процессивность теломераза. И, соответственно, определить его структуру, как с помощью X-Ray, так и с помощью EMR. Но сама структура не говорит ничего о функции теломераза и о функции этого домена в теломеразе. И для того, чтобы это понять, был использован метод EMR. И, соответственно, были использованы модельные олигонуклеотиды, которые моделируют тот или иной аспект взаимодействия, соответственно, олигонуклеотида с теломеразой. Вот если вы посмотрите на картинку, то вы увидите, что с теломеразой может взаимодействовать ДНК одноцепочная, РНК одноцепочная, соответственно, гетеродуплекс из ДНК и РНК. Вот. И еще мы предположили, что важную роль может играть вот тот процесс, когда ДНК и РНК должны диссоцировать друг от друга и, соответственно, таким образом как-то обеспечивать, собственно, перескок. И мы предположили, что вот этот тендомен как раз может играть существенную роль. И поэтому в работу была взята также структура, которая здесь называется вилка, которая состоит из гетеродуплекса и двух РНК и ДНК цепей, которые не спарены между собой. Вот. Ну и поскольку метод EMR — это очень могущественный метод, и он позволяет точно картировать взаимодействие соответствующих нуклеиновых кислот с белком, то нам удалось установить, что как бы этот белок имеет два участка связывания. Один — это для всех одноцепочных и двуцепочных фрагментов, а второй — специфически для вилки. Здесь он обозначен красным, что говорит о том, что когда связывается вот такая разветвленная структура, то происходит конформационное изменение, и белок начинает с ней связываться очень просто. И это, собственно, вот здесь вот показано на структуре. Это, собственно, структурная модель, это каталитический кор, который показан таким голубым, и желто-белый — это, собственно, наш тендомен, и, соответственно, ДНК и РНК. В процессе их удлинения показаны, соответственно, зелеными сиденья. Вот. Ну и мы видим, что вот этот самый красный кусок, который взаимодействует с вилкой, он расположен как раз там, где цепи должны расплетаться. И на основании этого мы предложили такую модель, которая объясняет, почему, собственно, происходит вот такой вот перископ. Мы с вами видим, что наш тендомен расположен как раз на том месте, где должна заканчиваться синтез повтора. И когда происходит этот самый синтез, то возникает напряжение, которое поддерживается этим самым тендоменом, что обеспечивает, собственно, разрушение этого прочного гетеродуплекса и, соответственно, перискок вновь синтезированной ДНК на ее новое место. И таким образом это объясняет, каким образом теломераза может синтезировать не один повтор, а не протяженный кусок, как делают все остальные полимеразы, а вот осуществлять такой интересный процесс. Ну и здесь я показываю людей, которые участвовали в этой работе, их довольно много, и коллабораторы наши, и внутри страны, и за ее пределами, и по структурной работе, и по многим другим. Естественно, что я очень кратко здесь рассказываю об этом. Но еще хочу поделиться с вами, на мой взгляд, таким знаковым открытием, которое сделано было тоже в совместной работе МГУ, Скалтеха и ряда других организаций, которое состоит в том, что, соответственно, функции РНК, они не ограничиваются только ее структурной ролью и роли матрицы, соответственно, внутри самой теломеразы. Если про каталитическую субъединицию теломеразы было известно давно, что она может работать и без РНК, и, соответственно, в стволовых, половых и опухолевых клетках участвовать в регуляции разнообразных процессов, вот здесь суммарно картинка показана, то для теломераза РНК ничего такого особо известно не было, было только показано, что она может защищать каким-то образом иммунные клетки от апоптоза, некоторые иммунные клетки от апоптоза. Однако, если мы посмотрим на то, где экспрессируется, где существует РНК, где существует белок, то мы увидим, что РНК существует практически во всех наших клетках, в том числе и в соматических, там, где нет теломеразной активности. В то время как белок действительно исчезает, исчезает, и исчезновение теломеразной активности связано с тем, что, собственно, при дифференцировке стволовых клеток в соматические происходит как раз утрата белка, каталитической субъединиться теломеразы. Однако оказалось, что вот эта самая РНК, помимо того, что она является структурным компонентом теломеразы, имеет у себя открытую рамку считывания. И тут я хочу сказать, что смелость в науке очень важна. Вот у нас есть такая замечательная сотрудница, которая недавно стала молодым профессором Московского университета Мария Петровна Рубцова, которая решила проверить, не может ли быть, что вот эта рамка считывания на самом деле экспрессируется. На тот момент, когда она начала этим заниматься, даже наши друзья и партнеры Нобелевские лауреаты говорили о том, что, соответственно, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Однако Мария Петровна этим очень заинтересовалась и решила все-таки проверить. И если посмотреть на потенциальное последовательство белка, то оказалось, что он, в общем, достаточно консервативный, что говорит о том, что это может иметь некое право на существование. Действительно, были получены антитела, и вот вы видите здесь красные точки или зеленые, в зависимости от того, что именно. Это, собственно, окраска этого белка в клетках. То есть действительно этот белок экспрессируется. Ну и для того, чтобы показать, что это экспрессируется именно с того, чего надо, а именно с теломеразной РНК, был сделан следующий эксперимент. Были взяты клетки, в которых нет теломеразной РНК. И вы видите, что если ввести в них искусственно ген теломеразной РНК, то мы видим появление красных точек, которые соответствуют белку. Однако, если в этом гене сделать мутацию, которая препятствует синтеза этого белка, то, собственно, ничего не появляется, что как раз приводит убедительное доказательство, что этот новый белок действительно существует. Ну и назвали его ЭЧТЕРП. И, соответственно, это очень такой интересный белок. И для того, чтобы окончательно убедиться, его физическое существование было подтверждено альтернативным методом с помощью массоспектрометрии. Но дальше надо понять, что он там в клетке делает, зачем он там нужен. И тут на помощь приходит понятие, которое называется геномное редактирование. Но вы, наверное, уже слышали, что в этом году была Нобелевская премия, присуждена двум женщинам, ученым, которые, собственно, поняли, как применить вот эту систему для редактирования геномов. И это очень такой важный метод, который позволяет либо выключить ген на хромосоме, либо, соответственно, повысить его экспрессию, ввести нужные мутации. И это дает огромное количество новых инструментов руки исследователям. Ну вот, хочу упомянуть вот Дженнифер Додна, которая здесь показана. Она, собственно, с ее коллегой получила Нобелевскую премию. Но не хочу, не могу не отметить, что Фенг Чанг из МАИТИ, он примерно в то же время придумал ту же систему. Но поскольку Дженнифер была все-таки раньше, то, собственно, ей достались все лавры первооткрывателя. Ну и, собственно, эта система состоит в том, что есть такая РНК, которой связан белок, которая с РНК, это приносит белок, соответственно, в нужное место ДНК. И вот этот белок Коснаин вносит двуцепочечный разрыв, который потом репарируется с помощью клеточных систем, зашивается. Ну и при этом возникают всякие либо потери генетической информации, либо вставки. И, соответственно, нарушается рамка считывания белка. При этом можно параллельно туда же вставлять все, что угодно. И вот это такой могучий инструмент, который можно применить для исследования неизвестных генов. А поскольку белок этот только был открыт Марии Петровой в нашей лаборатории, то, соответственно, мы тоже применили этот подход для того, чтобы понять, что же этот белок может делать. И вот здесь видите такие экспериментальные картинки, как, собственно, с помощью вот этой CRISPR-Cas системы была произведена инактивация этого белка, были введены мутации. И, соответственно, дальше исследовалась функциональная роль этого гена с помощью сравнения функции мутантного гена или штамма, где этот ген отсутствовал вообще, с геном дикого типа. Ну и, соответственно, на что же мы в первую очередь обратили внимание? Соответственно, в клетке существует два важнейших процесса. Это процесс апоптоза, это самоубийство клетки, когда с ней происходит что-то не то. Например, она не может делиться, или она экспонирует на поверхность какие-то неправильные пептиды, которые пришли из вирусов и откуда-то еще. Вот, то при этом, соответственно, происходит самоубийство клетки. И, соответственно, мы проверили, может ли наш белок участвовать в таких процессах. Может ли он, например, защищать или, наоборот, стимулировать процесс убийства клетки, когда в нее попадает вещество, которое препятствует, связывается с ДНК и мешает ей делиться. И, соответственно, это доксорубицин. И, соответственно, вы видите, если вы посмотрите на третью сверху колонку, то мы увидим, что в отличие от всех остальных, вот в этой системе экспрессирована нормальная, не мутантная теломеразная РНК. И мы видим, что если во всех остальных случаях клетки дохнут, то в случае повышенной экспрессии этой РНК, который синтезирует белок, соответственно, ничего такого не происходит. В отличие от апоптозы, аутофагия направлена на совсем другой процесс. Аутофагия — это пожирание частей клетки. То есть, если в клетке появляется какое-то неправильное образование, например, агрегат белка, испорченная органелла, например, митохондрия, какой-то вирус и так далее, то включается вот этот довольно сложный процесс, который называется аутофагия. И процесс этот происходит таким образом, что если есть что-то неправильное, то клетка, соответственно, узнает этот агрегат с помощью специальной системы аутофагии, окружает мембраны. И, соответственно, вот такая вот уже капсула, тут показанная синим цветом, аутофагосома, она дальше направляется в лизосому. Это такая тоже органелла, которая содержит все ферменты, которые позволяют переварить все, что в нее попадет. И таким образом, собственно, попадая в лизосому, содержимое этой аутофагосомы, там плохие белки, там вирусы, митохондрии, органеллы какие-то неправильные, все что угодно, оно подвергается разложению. И таким образом клетка решает сразу две проблемы. С одной стороны избавляется от чего-то нехорошего, а с другой стороны как бы эти ресурсы, которые потратились уже неправильно, они возвращаются в виде аминокислот, например, и могут использоваться для дальнейшего синтеза белка и так далее. То есть аутофагия — это в какой-то степени процесс, противоположный апоптозу. То есть если клетка всегда балансирует и думает о том, в условиях неблагоприятной ситуации, окружающей среды, голодание, переключение метаболизма или еще чего-то, нападение вируса и так далее, что ей делать? Умереть, то есть это включить механизмы апоптоза, которые приводят к разрушению ДНК и гибели клеток, или, соответственно, использовать аутофагию для того, чтобы все-таки очистить себя от каких-то там ненужных веществ и тем самым как бы спастись. И, соответственно, вот такая вот регуляция, она достаточно тонкая и, в общем, не до конца понятна. И если мы посмотрим на тот белок, который был открыт в нашей лаборатории, то оказывается, что на его Н-конце находится, собственно, домен, который имеет гомологию с одним из важнейших белков, которые участвуют в образовании аутофагосомы. Вот на этой картинке вы видите красненький субстрат, и с ним взаимодействует зелененький белок, который называется П-62. Вот, соответственно, Н-конец нашего белка H-терп и белка П-62, который является одним из ключевых для того, чтобы сформировалась аутофагосома, они имеют большую степень гомологии, что навело нас на мысль, что этот белок может играть как раз такую важную роль в выборе между, соответственно, апоптозом и аутофагией. Ну и следующий эксперимент, который был проверен, это может ли действительно мутация в этом эндомене, отсутствие этого белка или еще что-то, или наоборот суперэкспрессия, менять, соответственно, аутофагию. Ну вот здесь красной стрелкой показан некий маркерный белок, который тоже является ключевым для формирования аутофагосомы. Он вызывает ее изгиб, и это очень удобный маркер, потому что в процессе созревания аутофагосомы он меняет свою форму. И основное отличие — это вот на белок навешивается маленький хвостик, и он меняет свою подвижность при этом. И таким образом вот наличие этого хвоста говорит о том, что, соответственно, началось формирование аутофагосомы. Ну и с помощью этого можно вот здесь вот на форезе, вы видите полосочки LC3-2 и LC3-1, который как раз и сравнивает между собой вот ту модификацию, которая есть. И видно, и не только на этой картинке, но и ниже, где эти белки покрашены. Видно, что действительно, соответственно, мутация в этом эндомене, который гомологичен белку аутофагосомы P62, соответственно, происходит определенное влияние на аутофагию. Но, однако, все эти процессы очень сложные, и разобраться в них, в общем-то, не очень просто. И вот здесь просто пример, соответственно, что довольно много разнообразных кеназ регулируют аутофагию, причем регулируют они ее разнонаправленно. И для того, чтобы понять, был сделан штамм, в котором этот белок был полностью нокаутирован, и, соответственно, изучено, как это может влиять на активность вот этих кеназ, которые тем или иным образом регулируют аутофагию. И оказалось, что, да, действительно, активность этих кеназ затронута, причем очень сильно, и причем в разном направлении. То есть вот складывается такое впечатление, что этот белок не просто там влияет как-то, да, а является неким важным регулятором. Ну и вот если мы посмотрим здесь вот суммарная картинка, это такой двумерный электрофорез, где сравнивается спектр белков в клетке нормальной и в мутанте, который не экспрессирует белок H-терп. И вот красные, зеленые, вот если точка желтая, то это значит белки совпадают. Если точка зеленая или красная, то, соответственно, белка либо сильно меньше, либо сильно больше. И видно, что довольно многие процессы здесь затронуты, что этот белок влияет на большое количество процессов. И что самое интересное, он даже влияет на митохондрию, на дыхательную цепь. И более того, вот здесь вот такая картинка, мы видим красное и желтое, это то, что в отсутствии этого белка происходит деполяризация митохондриальной мембраны, что как раз согласуется с его влиянием на апоптос. И, соответственно, это, как вы понимаете, такое открытие, которое находится только в начальной стадии. Но наши данные, которые получены, позволяют предположить, что этот белок H-терп является таким важным регулятором процессов аутофагии и апоптоза, которые возникают в нашей клетке. Особенно это характерно, конечно, для тех клеток, которые экспрессируют теломеразы, где этого белка больше и где нам нужен выбор, соответственно, как реагировать на разнообразные стрессы и вызовы, которые поступают со стороны организма. Но наличие этого белка и в нормальных соматических тканях, оно, соответственно, тоже очень важно, поскольку тоже может играть ключевую роль в функционировании нашего организма. Но это все еще предстоит изучать в дальнейшем. Но вот тем не менее, поскольку моя задача была поделиться с вами какими-то свежими открытиями, которые происходят в наших лабораториях в МГУ, то, соответственно, я вот с вами этим и поделилась. Ну и здесь вы видите коллектив людей из МГУ и, соответственно, с Калтеха и наших коллабораторов, которые участвовали в этом процессе. И, соответственно, эта работа идет и развивается. Но хочу сказать, что оказалось, что такие белки, которые регулируют разные процессы в клетке, они не уникальны только для теломираза. Вот хочу привести другой пример. То есть, когда этот блок был открыт, мы заинтересовались вообще, а есть ли другие такие белки. И вот в результате биоинформационического исследования, который провел тоже наш коллега, молодой профессор Сергей Петр Владимирович, оказалось, что есть такая РНК, которая вроде как всегда считалась некодирующая, вот, но в ней была закодирована короткая рамка считывания, которая тоже могла синтезировать белок. Ну и вот с использованием тех подходов, о которых я уже рассказала, были получены антитела. И, соответственно, оказалось, что белок метрегулин действительно закодирован в этой РНК, он действительно экспрессируется, он идет в митохондрии, вот, и, соответственно, очень важен для того, чтобы дыхательная цепь митохондрии, соответственно, активно работала. И если его нету, то как бы клетка плохо себя чувствует, но клетка клеткой, а наша задача, в общем, понять, как все эти процессы происходят на уровне организма. Ну и такие вот классические подходы для этого, это создание модельных организмов, которые, соответственно, несут ту или иную мутацию. И хочу сказать, что в МГУ был создан институт, который называется функциональной геномикой, и создал его Сергей Петр Владимирович, который, как только появилась вот эта система редактирования геномов, он понял, насколько важно это для исследования разнообразных генов, и не только с точки зрения науки, но и для того, чтобы создать модели разнообразных заболеваний. И вот был создан вот такой институт в МГУ, который занимается геномным редактированием, соответственно, мышей. И как это происходит? Для этого соответствующий набор РНК и белка вводят в яйцеклетки мыши, подсаживают обратно, ну и потом проверяют мышат, которые родились, соответственно, на наличие той или иной мутации. И вот здесь показана первая мышка, которая была сделана еще в 2017 году. Сейчас таких мышиных моделей создано уже достаточно много. Вот. Ну и поскольку вот этот миторигулин, как оказалось, может играть большую роль, соответственно, в разных процессах, связанных с митохондрией, а митохондрия — это очень важная органелла, это такая энергетическая станция клетки, то соответствующая мутация была внесена в эту мышь. И вот вы здесь видите уже мышь соответствующей мутации, где этот миторигулин отсутствует. И это дает возможность понять, что же, каким последствиям приводит отсутствие этого белка в организме. И вы видите, что эта мышь становится более слабой, ее мышцы работают хуже, ну потому что митохондрии работают хуже, и энергии поставляется меньше. И в то же время эта мышь становится более толстой. И это как бы очень важно, поскольку в современном мире у нас огромная проблема с тем, что и люди тоже очень часто имеют избыточный вес. И это очень плохо и для продолжительности жизни, и для их здоровья, и для развития разнообразных болезней и так далее. То есть вот такие подходы, связанные с изучением сначала фундаментальных основ, а потом переход на уровень организма позволяет выявить такие важные пути, которые открывают новые возможности для изучения и регуляции разнообразных процессов в организме. Ну и хочу опять же отметить, что здесь ключевую роль сыграл Петр Владимирович Сергеев и наша аспирантка на тот момент Анастасия Чугунова, которая была просто очень активна и очень хорошо работала. Ну и большое количество сотрудников, опять же, МГУ из Калтеха и разнообразных коллабораторов, которые участвовали в этой работе. Ну и все это хочу сказать, что мы этим занимаемся уже давно, но в последнее время в мире появляется не только наша работа, но и работа других авторов, которые тоже находят пептиды, небольшие белки, которые участвуют в разных процессах и являются такими ключевыми регуляторами того или иного процесса. И что позволяет нам предположить, что вот есть целый класс таких регуляторов, которые до настоящее время оказались, в общем, не очень поняты, не очень востребованы, ну потому что не было просто инструментов для того, чтобы это изучать. И сейчас вот с появлением вот этих геномных технологий открываются широкие возможности для того, чтобы это все понятие изучить и, соответственно, выйти на новый уровень понимания всех процессов, которые происходят в нашем с вами организме, открыть новые пути, как сделать человека более здоровым, понять, каким образом развиваются те или иные болезни и как нам можно точечно и хорошо на них воздействовать. И следует сказать, что сейчас в нашей лаборатории ведется большая работа по поиску таких новых белков и по исследованию их функций. Ну, собственно, мне кажется, что это такой вот важный момент в нашем понимании природы клетки, человека, организма в целом. Это вот наличие такого нового класса регуляторов, чем я, собственно, с вами и хотела поделиться. Ну и большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова